Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, и сегодня мы с вами посмотрим на дымку, которую мне скинули от игрушки Train Volley World, что можно перевести как поезда валят. Или как-то так. Значит, начнём, я думаю, что с туториала, потому что надо бы понять, что вообще тут имеется в виду, а потом пойдём в какую-то сабмарину. Странно, что сабмарина есть в игре про поезда, ну да, собственно, кто и такой, чтобы это обсуждать. Поехали посмотрим. Ну что ж, для начала расскажите мне игра, что тут надо делать. Добро пожаловать в Train Volley World. Добро пожаловать. Управляйте камерой стрелками, колёсиком приблизить, отдалить. Это и мы можем. Включите режим строительства платформы. Включили. И построите платформу. Допустим. И ещё одну. Предположим. Включите режим строительства рельс. Включили. Чтобы начать строительскую, нажмите на рельсу. И протяните сюда, да? Так, это мы можем. Нажмите сюда, чтобы подтвердить. Куда-сюда? Нажал. Выйдите из режима строительства рельс. Так, хорошо. Откройте список локомотивов. Это где? Это внизу. Угу. И его надо куда-то поставить, да? Нажмите на платформу лесозаготовительский логин. Нажали. Нажмите на платформу, чтобы добавить список заданий. Так. Добавили список заданий. Добавить задания. А вот это задание, да? Угу. Отсюда загрузить, здесь разгрузить. Добавили задание. Закройте окно управления поездом. Вроде пока звучит несложно. Улучшение железнодорожной сети. Доставьте древесинку в лесопилку. И доставьте деревяшки в Миддлтаун. А где у нас Миддлтаун? А Миддлтаун у нас вот. Ладно, значит, чтобы доставить вот это сюда, нам, по идее, нужен еще один вот такой вот. Теперь нам нужно вот это. Можно соединить? О, можно. Прикольно. Я хочу вот такую страшную карказябру. Интересно, он сам себя не въедет? Есть у меня такой вопросик. Ладно. Мы можем еще один купить вот такой вот локомотивчик? Поставить его сюда? Мы даже можем поставить его локомотивчик? Так, стоять. Добавить список заданий. Значит, мы... Нет. Или у нас один локомотивчик всего? Так, ладно. Пока управление поездом. Мы закончим. Как тебе вообще с паузы снять? А, он с паузы снят. Доставьте древесина, значит, сюда. А где поезд? Поезд вот. В принципе, можно обойтись и одним поездом. Вполне себе. А вот поезд. Так, вот он. Поезд внизу. Значит, он загружает древесина здесь. Миддлтаун. Заготовительный лагерь. Миддлтаун центральная. Он разгружает его. И сюда нужно доставить, типа, доски. Я правильно понимаю? Древесиновая лесопилка. Вот эта лесопилка. Ладно. Давай добавим задание вот здесь. Деревянные доски. А как загрузить? Разгрузить я вижу. Ладно. Покатайся пока туда-сюда. Какой у нас прикольный поездочек. Все очень забавное, кстати говоря. Так, ладно. Давай катайся поезд. Мы тебя сняли с этого. Теперь ты у нас будешь кататься, по идее. Значит, вот он загрузил доски. Сейчас он должен их повезти. Начнем с этого. Так, а второй поезд у нас должен будет... Миддлтаун центральная. Так, дай-ка мы тебя уберем. Значит, вот здесь. Деревянные доски. Тут, походу, нельзя их загружать. Ладно, подождем пока. Возможно, пока рано. Деревянные доски 6. Значит, вот он их... Видимо, перепиливает, я так понимаю, дерево в деревянные доски. Но деревянных досок по-прежнему 6. Ничего не происходит. Так, давай ускоримся. Я просто хочу понять, он перепиливает или нет. Но здесь особенно ничего не происходит. Даже если он перепиливает, то, в принципе, как бы на этом, в общем-то, и все. Ладно, давай мы возьмем второй поезд и добавим ему задание. Чтобы он... Ну, допустим, вот здесь. Деревянные доски... А, все-таки загрузить здесь. Ладно, здесь загрузить деревянные доски, а здесь разгрузить деревянные доски. То есть игра мне сама подсказывает. Начать. Только загрузка почему-то не удалась. А интересно, они не будут друг с другом немножечко... Не, не будут, походу. Так, братишка, ты тут должен загружаться досками. Но ты что-то не загружаешься. В лесопилка. И доставь... А, то есть мне сюда надо сначала еще... Я понял. Мне надо сначала сюда притащить. Еще чего... Чего-нибудь еще надо сюда притащить. Можно еще поставить две станции вот здесь, да? Хорошо. Давай поставим две станции вот здесь. Нам нужно... Можно еще один поезд купить? Видимо, можно. А вот присобачить еще одну штуку сюда, видимо, нельзя. Угу. Ладно. Мы не гордые, мы вот так вот сделаем. Нет, не сделаем. А вот так сделаем. Не хватает средств. Нам нужно восемь косарей для того, чтобы это сделать. Возможно, нам имеет смысл вообще сделать тогда одну. Ну, с одним совершенно поездом это делать. Я просто решил немножечко это. Распыжиться. Но если не пыжиться, то в целом можно вот этого товарища отсюда вообще убрать. Взять вот этого товарища и добавить ему задание. Значит, вот здесь вот надо будет... Эх, так. Нет, сейчас мы не так сделаем. Значит, нам надо будет добавить задание. Вот здесь надо будет загрузить древесину. Потом, значит, вот здесь надо будет разгрузить древесину. Потом здесь надо будет загрузить деревянные доски. Потом здесь надо будет разгрузить деревянные доски. У нас будет все делать один человек. То есть менеджер по всему. Значит, он будет и сюда возить деревяшку, и туда возить деревяшку. Все будет делать один единственный наш поездочек. Вот этот несчастный. Значит, вот мы доставили древесину на лесопилку. Сейчас вот эта вот штука должна будет перерабатываться в доски, а доски он потом будет доставлять. Доски, кстати говоря, может доставлять и вот этот. Но я подозреваю, что они будут просто сталкиваться. Кстати говоря, надо проверить сразу, будут они сталкиваться или нет. Так, загрузить, разгрузить. Сейчас мы проверим, что у них будут с осталкиванием. Вот так вот даже. Казуальненько. Не, ну что, если мы можем сделать так, тогда вообще все. Говно вопрос тогда совершенно. Доставьте нужное количество деревянных досок в Миддлтаун. Сейчас доставим. Это вообще будет для нас изи. Учитывая то, что поезда могут проходить сквозь друг друга, это в корне меняет дело. Значит, осталось еще две досочки. Да, но с двумя досочками будут проблемы, потому что надо сначала деревяшечку на лесопилочку привезти. Ну, по факту все неудобства, это то, что они на некоторое время застревают. Так, одну досочку только успел подхватить, а нам нужно две. Так, сейчас он подходит у нас еще одну досочку, и эта часть задания у нас будет выполнена. Ну, в принципе, здесь, наверное, все. Есть. Отлично. Победа, ребята. Победа. Так, отлично. Все просто супер. Значит, мы победили, и теперь у нас будет карта Субмарин. We all live in the yellow submarine. Значит, нам нужно пшеницу таскать между вот этими регионами. Так, между вот этими регионами надо таскать пшеницу. Ну, что ж, начнем с пшеницы, которую нам нужно таскать между этими регионами. Давай вот сюда куда-нибудь бахнем, а вот здесь бахнем вот сюда. Значит, соединим вот эти вот штуки между собой. Ладно, может быть, немножко не так соединим. Так, вот так вот мы их между собой соединим. Значит, и здесь отсюда мы можем потом, видимо, коровок забирать. Ну, возьмем поездочек. Ммм, какие хорошие поезда тут. А сколько у нас денег? У нас денег 45 тысяч. Ладно, я думаю, что сюда мы запустим просто какой-нибудь простецкий. Значит, здесь мы будем пшеницу, пшеницу на пшеницу делать. Пока вот так, для начала. Подтвердить. Начать. Ага, так, наш маленький паровозик из Ромашкова поехал с пшеницей. Я думаю, что больше пшеницы нам даже особо не надо. А как нам вот туда ходить? Мы здесь что-то можем делать? Нет, мы там ничего делать не можем пока. А здесь что? А здесь у нас нужны будут коровки. Ага, там пшеница, здесь коровки. И железо, и какие-то еще ребятишечки нам нужны будут здесь. Ага, ладно. Давай тогда пока сделаем вот так. И сюда будем таскать коровок просто тупо еще одним поездом. Таким тоже небольшим. Значит, здесь мы будем брать коровок, а здесь мы будем разгружать коровок. Пока возьмем самое простое, что только можно. Значит, вот одну коровку мы потащили. Насчет железа непонятно, где его брать. Железо брать вот здесь, но это пока все закрыто. Видимо, это надо будет раскрывать чуть попозже. Так, ну пока, мне кажется, можно ускорить минимум вдвое. Так, ну чтобы эффективно возить пшеницу, нам нужен другой поездок. Либо нанять специалиста, либо заменить его на тренч за десятку. Ну давай заменим. А специалист нам что будет делать? Ой, подожди, не-не-не-не-не. Так. Нет, спасибо. Значит, мы просто запустили здесь поездочек, который будет чуть-чуть побольше. Потому что этот с передачей коровок, например, справляется без проблем. А вот этот с передачей пшенички не особенно. Ну, кстати говоря, и так не будет справляться. Короче, было 9. Но явно он не успеет обернуться. Так что, возможно, на пшеничку нужен будет вообще самый крутой поезд. Либо этого, конечно, улучшать, либо поезд нужен. Давай Янусу возьмем. Так, этого мы плюс 5. За это мы 15 дадим. Чтобы зарабатывать побольше денежек, нам нужен будет поинтереснее поездок. Здесь нужно куда-то девать людишек, но мы пока не можем. И 24 коровы надо сюда перегнать. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. О! Ну, вот только ожидание, конечно, немножко кубарит. 9. Значит, по идее, оно должно сейчас начать уменьшаться. Либо быть примерно плюс-минус такой, как нам надо. 5. 5 до 9 он, скорее всего, не успеет. Так, ладно, значит, с этим поездом здесь плюс-минус нормально. Вопрос, что вот с этим делать? Потому что теперь у нас из-за того, что есть вот этот поезд, начал вот этот страдать. Одна коровка, осталось две коровки. Значит, по количеству коровок мы можем судить, что, допустим, пока мы специалиста брать не будем, мы сейчас поменяем его на тренч. Я думаю, что если мы сделаем три, этого будет достаточно для перевозки коровок, по крайней мере, пока что. Но я думаю, что можно сделать вот так вот, по ускорению. В принципе-то, конечно, мы можем поставить сюда еще одну станцию. В общем-то, если захотим. Насколько нам только надо, это вопрос. Ну, с Псеном вообще все хорошо. В пшеничке у нас прям полный порядок. А вот, людишек, так, как вот это вот открыть? Теперь надо разобраться, как открыть вот это. Ну, наверное, это откроется, когда я выполню какую-нибудь промежуточную цель вот здесь. Это мое такое предположение. На самом деле, конечно, я не знаю, когда она откроется, и откроется ли она вообще. Но это было бы логично. Здесь у нас есть еще такая территория. Но... Вот эта территория, кстати, очень большая. Угу. Да, территория здесь вообще мое почтение. А эта штука такое ощущение, что развивается. Потому что ее стало еще больше. Так, ладно. Десять. А ему больше, чем десять, не надо. Значит, этим же поездом мы можем таскать еще что-нибудь. То есть, например, вот сюда бы мы могли тоже таскать пшеницу, но пока не можем. Пока у нас все упирается в коров. Тем более, коровы закончились. Так, две коровы еще осталось. Еще две коровы и усил. Одна корова, блин. Хорошо. Еще одна корова и усил. Так, еще две коровы притащил. Так, что-нибудь нам дадут за это? В принципе, нам за это ничего не дали. Надо пройти уровень за час, для того, чтобы что-то было. Ладно, как это открыть? Я могу сюда строить что-то? Нет? Нет, это закрыто. Это закрыто потому что что? Потому что это демка или потому что я что-то не сделал? Хотелось бы, конечно, уточнить. Выполнить задание города не менее двух. Это для того, чтобы получить звезду и что-то там еще. Ладно, это все условия победы. Это все, конечно, прекрасно, но не очень. Как мне что-то делать дальше? Потому что сюда нужны еще люди. А вот это все закрыто. Может, это как-то можно за деньги? А, вот, за деньги это можно разблокировать. Все, вижу. Значит, вот этот вот сектор за 80 косарей можно сделать. Так, превосходно. Раз мы можем сделать это за 80 косарей, значит, мы можем поставить теперь сюда вот такую вот станцию. И отсюда. И отсюда проложиться вот сюда. Пока я думаю, что это будет достаточно. Потом, скорее всего, нам надо будет еще что-то. Нам надо возить теперь железо. А сюда надо свозить еще уголь и железную руду. Уголь и железную руду. Ладно, давай мы купим пока самый простецкий поездочек, который будет возить отсюда железо. Вот сюда. Так, загрузить, разгрузить, подтвердить. У нас не началась, потому что, понятное дело, у нас тут нихрена нет. А вот сюда надо будет привозить уголечек и привозить руду. А руду надо будет возить аж вот отсюда. Так. Ну что ж, для того, чтобы это сделать, нам нужно будет... Нет, нам нужно будет не поезд. Нам нужна будет раз станция. И нам нужна будет два станции. Так. Отсюда, ну, проще будет привозить вот так. А насчет вот той я не уверен. Нам нужна будет какая-то одна, наверное, дорога, которая пусть где-то... Даже не знаю, где она будет соединяться. Развилку вот здесь где-то сделала. Да, сделаем вот здесь развилку. И вот так вот. У нас здесь будет вот такая дорога. Раз поезда у нас проходят друг через друга, пока особо не будем запариваться. Но сюда нужен явно большой поезд. Но на большой поезда у нас нет ресурсов. У нас, объективно говоря, особо ни на какой нет. Поэтому начнем вот с этого. Значит, здесь мы будем разгружать, загружать, подтверждать. А здесь мы будем... Где у нас еще один поезд? Так. А здесь мы возьмем еще один Noilty, который будет загружать, разгружать, подтверждать, начинать. Так мы заставим все это дело как минимум работать. Поезд, который у нас возит сталь. Где он, кстати говоря? Кстати, где он? Вчера на похоронах Черненко. Кстати, где он? Значит, мы добавим еще вот сюда железо. Разгружать мы будем его вот здесь, только нам сюда нужны рельсы. А рельсы у нас здесь нет. Так. Рельсы у нас здесь нет. А станцию можем здесь поставить? Станцию мы здесь можем поставить. Но в целом тогда можем поставить. Не сказать, что это было бы охренеть, какой оптимальный маршрут. Вот так сделаю, просто потому что мне так больше нравится. Так. И у нас здесь есть человеки. Человеки сюда, получается, так. Человеков нужно, в принципе, перевозить любых пассажиров. Видимо, пассажиров нужно перевозить совершенно любых. У нас здесь нужны человеки, нам там нужны человеки. Нам везде нужны. Человеку нужен человек. Причем здесь, кстати говоря, еще пшуна до хрена. Так, железо-то они разгрузили. А где мы паровоз... А, вот он, паровозик. Маршрут не найден. Маршрут куда? Так, это он загрузил. Так, хорошо. Теперь тебе надо будет вот это вот разгрузить. Так, отлично. Значит, он разгружает, загружает, загружает, разгружает. И вот в таком виде он ездит. Сейчас мы здесь на всякий случай, на будущее, сделаем еще одну вот такую вот развилку. Так, он, значит, у нас отвез, получается, туда немножечко железа, потом сюда немножечко железа, туда железа, сюда железа. Примерно так вот он у нас и будет крутиться. Сюда тоже нужен уголь. Так, сюда тоже нужен уголь. Еще по-хорошему здесь какую-то надо будет кольцевую сделать. У нас деньги есть для этого? Ну, в принципе, да, есть. Можем сюда и прокопать? Можем. Так, отлично. Мы сейчас здесь наделаем всяких разнообразных дорог, для того, чтобы здесь можно было как угодно... Не-не-не, не так только. Для того, чтобы можно было как угодно здесь перемещаться. Туда перемещаться, сюда перемещаться. Как захотим, так и перемещаемся. Вот так вот сделаем. Чтобы у нас на все были пути. Так, теперь где у нас этот поезд, который... Вот он. Угольный. Так, а что случилось? Надеюсь, это сохранение было. Но суть по тому, что ничего не отвечает. Возможно, демка-версия на то и демка-версия. Блин, очень жаль. А так все хорошо начиналось. Ну что ж, демка, она и есть демка. В результате мы поимели те же самые проблемы, какие, собственно, мы постоянно получаем, когда играем в демки. Все сломалось. Ладно. Хорошо, мы не гордые. Мы сейчас еще раз все это то же самое сделаем. Тем более, у нас есть теперь понимание, как это вообще в принципе работает. Сейчас элементарно просто. Элементарно, Ватсон, мы берем и выстраиваем вот эту штуку. Покупаем здесь два поезда. Один покупаем чмошники, которые будут возить коровочек. А второй покупаем нормальный, который будет возить не коровочек. Так, где он? Кстати, где он? За 30 тысяч. За 30 тысяч мы не можем купить, но мы можем купить вот этот. Подтвердить, начать. Поехали. И сразу ускоряем. Надеюсь, что в этот раз нам повезет больше. Коровки у нас вообще что-то не хотят плодиться. Так, значит, теперь нам нужен будет классный поезд сюда. Плюс-минус какой-то поезд сюда. Или может быть какой-нибудь машинист. Я не знаю. А потом надо будет открывать новую территорию. Вот эту, кстати говоря, территорию можно открыть за десятку. Всего лишь на все. За десятку. И начать перевозить еще и пассажиров. Так. В принципе, за десятку можем открыть. Чего бы не открыть. Мы теперь будем по-другому немножко развиваться. Мы же теперь уже опытные. Опытные мехводы. Поэтому мы сейчас как вот так вот сделаем. Нет, как мы так не сделали, потому что у нас не на что. Ну, сейчас немножечко накопим денег и обязательно сделаем. И сейчас мы закупим... Надо вообще какой-то пассажирский поезд бахнуть. Давай мы будем загружать здесь пассажиров. Разгружать здесь пассажиров. Или так нельзя делать? Пассажиров разгрузить, потом загрузить на центральной и разгрузить здесь. Так же можно сделать? Короче, между вот этими двумя станциями будем гонять пассажиров. Я не уверен, что это так работает. Сейчас мы это проверим. Так. Вот мы разгрузили здесь пассажиров. Вот мы загрузили здесь пассажиров. Да нет, в принципе, вполне себе спокойно это работает. Плюсом ко всему сюда еще можно коров бахать. Коров можно бахать сюда. То есть, в принципе, можно взять один и тот же поезд, который будет бахать коров и туда, и сразу сюда заодно. Ладно. Допустим. Так мы будем гораздо быстрее зарабатывать денежки. Вопрос только, как нам здесь развернуться. Потому что вот отсюда... Да, отсюда нельзя сделать у нас ничего нормального. Ну, зато можно сделать вот так. У нас здесь будет разворотное кольцо. Тогда коровы ВОЗ. Где у нас коровы ВОЗ? Так. Где поезд коровы ВОЗ? Это пшеница ВОЗ. Это пассажиров. Вот коровы ВОЗ. Значит, мы добавляем тебе еще задания. Ты будешь брать здесь еще коровок. И разгружать их вот здесь. У тебя будет два задания. А чтобы тебе было повеселее их возить, мы тебя сейчас загрейдим. Насчет Януса я не знаю, на самом деле. Ну, тренч точно. Так. Давай пока до тренча тебя загрейдим. Значит, этот с нас совершенно не справляется. И сюда, кстати говоря, можно возить пшеницу. Вопрос только по одной железной дороге. Его сюда возить имеет смысл? Или сделать здесь еще одну? Я думаю, что имеет смысл сделать здесь еще одну. Сделать из него двуликового Януса. И добавить еще задание. С пшеничкой вот здесь. И разгрузка этой пшенички. А, добавить задание. Так, и разгрузкой вот этой пшенички здесь. О, пшеница разгрузить. Отлично. Подтвердить. Значит, если мы сейчас отправимся, то он у нас будет объезжать все это хрен знает через какие дебри. А нам бы этого не хотелось. Поэтому я думаю, что мы потратим десятку для ускорения процесса. Просто потому, что можем. Да, поезда, правда, будут все равно немножечко того. Но это мы будем решать вопрос с логистикой чуть позже. Так, людишки. Ну, людишек вот, в принципе, нормально вполне перевозит. Хотя они здесь в мальца переполняются. Я бы, наверное, все-таки сделал людишковый поезд чуть-чуть побольше. Вот такой вот тренч, мне кажется, будет достаточно для людишкового поезда. Так, коровки у нас здесь есть. Пшеничка у нас здесь плюс-минус, в принципе, да, тоже какая-то есть. Так, коровковый поезд. Коровковый поезд нормально себя чувствует. Пшеница, ну, в принципе, тоже вроде нормально. Ну, пшеница... Так, где у нас пшеница? А, пшеницы там даже только не надо. Вон она что. Главное, чтобы она не успевала закончиться. Это основное. То есть, если мы успеваем, пока она не закончится, то, в общем-то, с остальным-то все нормально. Значит, теперь за 80 мы можем взять либо вот этот регион, либо... У нас еще есть вот такой вот регион. Здесь нужно 6 человечков, которых надо где-то тоже будет взять. Интересно. Ладно, давай вот этот вот возьмем. Мне кажется, вот в этом регионе нас ждут большие-при-большие деньги. И, скорее всего, большие-при-большие проблемы. Но начнем с чего-нибудь типа... Допустим, раз станция, два станция. Три станции. Вот это вот пока, походу, вообще не работает. И теперь неплохо было бы все это соединить. Я бы сделал, наверное, как-то вот так. То есть, одну станцию мы подключим вот здесь. Вторую станцию... Работай, пожалуйста. Вторую станцию мы подключим вот здесь. И вот здесь, просто чтобы было красиво. Так. Через эту штуку, если мы будем ездить, будет не очень здорово. Поэтому я бы, наверное, как-то вот так вот проложил рельсину. Конечно, это страшный сон железнодорожника. Но поскольку у нас здесь куча игровых условностей, то просто имеем право. Почему бы, что называется, и нет. Так. Да, мы просто можем прокладывать... Блин. Можем прокладывать как хотим просто. Или не можем. Ну, совсем как хотим, не можем. У нас тут что-то какая-то жопа получилась. А, потому что я здесь уперся. Тупик получился. Индустриальный тупик. Значит, индустриальный тупик мы сейчас разберем. Но это, надеюсь, штука никому мешать не будет. Значит, у нас получится вот так. А еще у нас вот здесь вот есть штука, которую надо тоже подцепить. И ее сейчас тоже подцепим. Значит, ее подцепим просто любым кратчайшим путем. Эту штуку тоже подцепим кратчайшим путем. Просто потому, что можем. Отсюда сделаем развязку вот сюда. Просто, чтобы им было веселее. И теперь осталось только все это связать друг с другом. Значит, отсюда нам нужно будет развозить сталь. Но для начала надо будет сюда привозить уголь. Для этого мы возьмем... Вопрос, с какой скоростью. Ну, давай возьмем для начала тренч, который будет забирать отсюда уголь, привозить его вот сюда. И кому-то еще уголь нужен. Да, уголь еще нужен вот здесь. Потом будет забирать уголь и привозить его вот сюда. Так, и уголь здесь будет разгружать Кому еще нужен уголь? Да, в принципе, вроде как здесь никому Начать Теперь мы возьмем еще один поездочек Пусть это тоже будет тренч, который будет забирать железо Привозить его вот сюда Там его загружать, здесь его разгружать Или что это? Ну да, это железо получается И кому он еще нужен? Да, больше, походу, он никому не нужен Значит, вот так вот его и запустим пока что Так, больше денюжек надо, богу денюжек Так, и теперь надо отсюда забирать сталь У нас должен быть еще стальной поезд Значит, мы купим себе еще один поезд Который будет у нас забирать вот здесь вот железную руду Потом вот здесь вот разгружать железную руду Потом здесь опять загружать железную руду И вот здесь разгружать железную руду Вот такой вот у нас будет примерно план Подтвердить Начать Такс Ну что ж, наша кузуаленькая железная дорога Приобретает какие-то очертания Уголек, сюда правда нужны еще люди С людьми проблема Потому что люди у нас есть вот здесь И люди у нас есть вот здесь Мы их между другом перемещаем А, по-хорошему надо Наш пассажирский поезд еще добавить кое-чего Так, а чего нам надо добавить? А нам надо добавить тогда Получается остановки Еще остановки Где у нас еще есть люди? Еще люди у нас есть вот здесь Так, ну давай тогда разовьем немножечко Эту историю Значит поставим сюда Поставим сюда Делаем здесь развилку Возьмем наш людовый поезд И немножечко у него изменим задание Так, немножечко у него изменим задание Значит задание у тебя будет следующее Значит здесь ты будешь Загружать людьев Так, загружать людьев Потом Разгружать людьев Загружать людьев Потом Разгружать людьев Загружать людьев Потом Разгружать людьев Загружать людьев И в оконцовке Ты у нас будешь Разгружать людьев Если я нигде не накосячил, то, по идее, должно быть все правильно Только мы сейчас Яну сделаем Иначе не пойдет дальше И какого-нибудь специалиста С пассажирских перевозок выше 50% доход Вот Это что надо У нас будет как раз замечательный поездочек Зарабатывающий нам деньги И начинается понемножечку логистический ад Потому что все эти ребята начинают друг другу активно мешать Где-то вот с этого момента начинаются сложности Так, а вот это мы, что мы можем прикрутить К поезду добавляется еще один вагон Движется быстрее на 30% Количество вагонов не влияет на скорость На 30% Я бы ускорил скорость передвижения на 30% Вот этот, который возит корову Коровок-то у нас, в принципе, больше и нет Я бы, наверное... А, вон оно что Их нельзя назначать, кому тебе хочется Вон оно Короче, обозначить просто всех закидать Вот этой штукой невозможно Ясненько Ясненько, понятненько Поезд по перевозке железа у нас вообще не справляется Кстати, где он? А вот он Поезд по перевозке железа не справляется совсем Я думаю, что мы тебе пристроим Еще один вагон Потому что вот эту штуку Ты вообще не успеваешь у нас сделать А что ты так ездишь странно Ну и что ж, дорогие друзья Мы Вообще себе богаты Мы, конечно, можем еще это как-то оптимизировать И, в общем, по-хорошему Мы, конечно, должны это как-то оптимизировать Через большое количество станций Но у нас и так вообще все неплохо Единственное, что надо покупать Будет, конечно, еще другие регионы И там все это дело развозить И вообще игра, на самом деле, довольно залипательная Так что Я думаю, что Если кто-то любит такие вот вещи Особенно по оптимизации логистики Прям зайдет Пишите, что думаете в комментариях Если хотите продолжения То дайте знать Спасибо, ребята, за внимание И оставайтесь на связи Узкоизвестный в широких кругах Строил заводы в игре Виталях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так Как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой нибуя Продолжение следует...